На переговоры завтра в 10 утра реформисты пригласили представителей трех партий – Социал-демократической, Свободной, а также Союза Отечества и Республики. Впрочем, это не окончательный вариант. Политологи уже насчитали от 8 до 11 возможных политических альянсов. Вопросы в том, сколько партий могут войти в коалицию. Лидер Свободной партии Андрес Херкель считает, что реформисты задают чрезмерно быстрый темп на свои позиции, правление партии обсудят вечером. Свен Миксер сообщил, что на сегодняшний день запланирована также и встреча новой парламентской фракции Соцдема в Рикулу. И выразил удивление тем, что на переговоры приглашены 4 партии, в то время как для коалиции достаточно трех партнеров. Но, конечно, когда нас приглашают на переговоры, мы готовы к переговорам. Целью этих переговоров все же могло бы стать формирование трехпартивного правительства, чтобы не складывалась ситуация, в которой партия входит в коалицию, но ее голос не имеет решающего влияния на работу правительства. В общем, какой в итоге окажется коалиция, говорить рано. Сегодня премьер Тави Ройвас в очередной раз подтвердил, что мировоззренческие различия не позволяют реформистам вступать в переговоры с центристской партией. Это означает, что интересы почти четверти избирателей, голосовавших за центристов и значительную часть которых составляют русскоязычные граждане Эстонии, будут во многом игнорированы. Мы понимаем, что с одной стороны в интересах Эстонии как можно скорее сформировать функционирующее правительство. Переговоры четырех сторон займут, скорее всего, больше времени, чем, например, переговоры двух сторон, поэтому времени у нас не очень много. В то же время мы, разумеется, принимаем то, что партии могли запланировать совещание фракции или руководства, и поэтому мы договорились отложить консультации на завтра. На переговоры также не приглашена и консервативная народная партия. После скандала с неонацистскими заявлениями одного из ее депутатов, вряд ли найдутся политические силы, которые сейчас с ними сотрудничать. К тому же пояснения руководства консерваторов оказались половинчатыми и неубедительными.